Я хочу подвести общее объективное мнение и конкретно за нашу спортивную школу на основании полученной информации. На основании полученной информации я прошу вас принять следующее предложение. Сохранить спортивно-детско-юношескую школу Олимпийского резерва номер один без структурных изменений и объединения с другими спортивными школами города. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Такое заключение в первую очередь основывается на истории развития спорта в городе. Если мы посмотрим на опыте работы нашей первой спортивной школы, откуда пошли все спортивные школы. Изначально в городе в 1956 году была создана одна спортивная школа под руководством одного директора, заучи методиста, вы знаете, и куда обходило 12 видов спорта. Однако в школе на тот период работало всего 20 тренировок по различным видам спорта. Но насчитывалось примерно 20-25 спортивных групп. Сейчас в каждой школе такой штат, примерно 20 и более тренировок и 20-25 спортивных групп и более. Далее, с развитием спорта в городе, достижение значительных спортивных результатов, талантливых тренировок появилось больше заниматься гимнастика, легкотлетика, различными видами спорта. Соответственно, появилась необходимость открывать новые спортивные школы в связи с нехваткой одной базы спортивной школы для всех направлений, что привело к образованию самостоятельных спортивных школ за своим штатом тренировок преподавателей-руководителей. Результаты данных преобразований дали высокий спортивный показатель увеличения уровня заинтересованных молодых специалистов в тренерской работе, и что в совокупности сказалось на развитии массового спорта и активного привлечения детей и подростков разного возраста. Таким образом, с образованием одной объединенной спортивной школы вместо трех отдельных спортивных школ мы получим откат назад в истории в виде сокращения штатов тренировок преподавателей, сокращения спортивных групп, отсутствия высоких спортивных показателей. Это уже проверено из-за опыта. Спортивная наша школа с дешевым номер один имеет определенную внутреннюю структуру, основанную на специфике гимнастических видов спорта. Как же можно смешивать это с греблей, с легкой атлетикой? Спортивная гимнастика и художественная гимнастика, спортивная акробатика и прыжки на батуте никак не могут по определению объединиться с другими видами спорта в виде их спортивной классификации, специализации и спортивного направления. При слиянии трех спортивных школ, школы греблей, легкой атлетики, спортивной школы гимнастических видов спорта в одну спортивную школу мы получим, как уже упоминалось, низкие спортивные показатели, уменьшение количества занимающихся детей. И этим обеспокоены родители, которые увидели опять же эту информацию по ТВ Днестр и они задают нам, директорам, задают тренерам вопросы. И это родители написали письмо президенту, как звонила госслужба спорта, что, ну, понятное дело, это письмо будет же разбираться в государственной службе спорта, ну и, наверное, и на нашем уровне тоже. Тренировочные базы, как уже упоминалось, находятся в разных местах. Так, база греблей, вы знаете, находится на набережной реке, легкая атлетика находится на стадионе по улице Коммунистической, спортивная база гимнастики и акробатики находится в центре города по улице Свороба. Удаленный спортивный баз друг от друга приведет к ликвидации, я говорю вам уже как менеджер, как руководитель с опытом 7 лет, приведет к ликвидации контроля над общей деятельностью различных видов спорта, к непродуктивному функционированию и неэффективному контролю руководителя над процессом проведения учебно-тренировочных занятий и проведения спортивных соревнований. При объединении спортивных школ, гимнастики, легкой атлетики и греблей в одну появится необходимость создать в такой школе единый методический центр и специалистов, конечно же, по соответствующим этим видам спорта. Тем самым изначально получается сокращение для успешного осуществления этих функций разных по структуре, тем самым изначально сокращение обслуживающего персонала по предусмотренному проекту проявит себя как неэффективный механизм реорганизации, что также повлияет на решение вновь расширить штаты для оптимизации рабочих процессов, целесообразнее оставить структуру первой спортивной школы в таком же виде, как это находится сейчас, без изменений, без того, что на сегодняшний момент на рабочих местах в первой спортивной школе работают специалисты, профессионалы своего дела, обладающие авторитетом и опытом именно в своем виде деятельности. На июль месяц школа насчитывает 270 учащихся. На новый 20-21 учебный год первая школа планирует увеличить общее количество занимающихся спортсменов до 300 человек. И это пройдет как раз за счет открытия групп начальной подготовки молодыми тренерами преподавателей. Откуда они возникают? Кадры на месте формируются. Кадры берутся не где-то, не... Если даже в ПГУ мы воспитаем, факультет вышел, но ни один не пойдет не потому, что даже низкая зарплата, а, допустим, гимнасту не пойдет на борьбу или на бокс, поэтому мы воспитываем эти кадры. И я была спортсменкой, и я воспитанница этой школы, и я, соответственно, и, вы видите, уже и директор. То есть я знаю эту узкую специализацию, точно так же, как и все директора, которые действительно квалифицированы, профессионалы, и находятся на своем месте. Увеличение количества занимающихся гимнастическими видами спорта даст возможность молодым тренерам-преподавателям развиваться и добиваться просто спортивных результатов, что, в конечном счете, приведет к повышению заработной платы и материального благополучия молодых тренеров-преподавателей. И, в свою очередь, какие позитивные изменения возможны только при существовании отдельной, самостоятельной спортивной школы. Специфика гимнастических видов спорта заключается также и в раннем возрасте учащихся. Почему я говорю именно за свою спортивную школу? Для того, чтобы для успешного обучения детей раннего возраста необходимо в спортивной школе в актер, в гардеробщице, да, это мы перепрофилируем из общего штата, который у нас существует. Дальше, обеспечение порядка во время посещения мест общего пользования, в то время как тренер-преподаватель проводит учебно-тренировочное занятие. Также необходимо минимум три уборщицы для проведения ежедневной уборки в залах, раздевалках, душевых, выноса мусора, уборки прилегающих территорий. Вы знаете, у нас всегда проходят проверки, кто этим должен заниматься. Необходимо постоянное присутствие в спортивной школе медперсонала. Также обслуживающий персонал спортивной школы во время проведения различных спортивных мероприятий обеспечивает организацию и порядок. Без хозгруппы подготовить места для соревнований, это не только заключается в том, как кто-то сказал, подпереть плечом и вынести ворота. В разных, опять же, видах спорта своя специфика подготовки мест соревнований. А именно спортивной школы также необходимо будет провести обработку дезинфицирующим раствором, спортивным оборудованием, матой, покрытием, места общего пользования, самого здания спортивной школы. Особенно это актуально сейчас в создавшихся условиях эпидемии и борьбы с коронавирусом. Будет невозможно, соответственно, все это сделать без обслуживающего персонала. Соответственно, будет отсутствовать возможность качественно обеспечить проведение учебно-тренировочного процесса, а также, конечно же, и соревнования. Все это приведет к сокращению детей, к уменьшению групп, особенно начальной подготовки, потому что именно они нуждаются в таких обслуживающих персоналах. Вместе с тем, проект реформирования спорта в городе имеет место быть. Да, это назрело. Понятно, что надо выводить как-то на более качественный уровень наш спорт. Но для того, чтобы сэкономить средства и оптимизировать бюджет города, тем более в условиях нынешней обстановки, опять же, повторюсь, борьбой с пандемией, стоит заключить, что рациональное зерно в этом проекте есть. Решить вопрос объединения видов спорта можно, но после того, как мы построим единый комплекс или единое спортивное здание для всех видов, как сказала нам Татьяна Федоровна. То есть в одном комплексе будет, опять же, как это делается в России, в одном комплексе будет и борьба, и бокс, будет и зал для гимнастических видов спорта. Но не гимнастический вид спорта, а по бокам будут бегать, легкоатлеты, как нам сказали тоже об этом проекте. То есть, опять же, мы, как никто и другие, знаем, как можно улучшить это здание и спортивный комплекс. Поэтому, конечно же, прежде чем реорганизовывать, надо сначала пристроить, а потом реорганизовывать. Дальше предлагаю сохранить для обеспечения жизнедеятельности с дешевым номер один медперсонал, рабочих, актеры и рабочих по ремонту здания и оборудования. Для оптимизации городского бюджета, мы все это понимаем, эту проблему, с дешевым номер один, следующие штатные единицы обслуживающего персонала сократить. Это сторожей нашей спортивной школы. Пожалуйста, три штатные единицы. Наставьте охранную сигнализацию, но так как мы не можем поставить, но для эксперимента, опять же, мои родители возьмутся для своих же детей, они могут поставить охранную сигнализацию. Мы сокращаем три ставки охранника, ну, если это, конечно, возможно, и средства государственного бюджета, если нет, то, как эксперимент, это 20 долларов обслуживания охранной сигнализации в месяц, 20 долларов. Я предлагаю сократить трех охранников у себя в школе, я говорю за свою спортивную школу, это 300 долларов. Стоит подумать об этом? Я могу сократить, я знаю, что у меня есть, кто у меня есть штат. Ну, допустим, аккомпаниатор на сегодняшний день, он не актуален. Это и обслуживание инструмента. Я могу сократить аккомпаниатор, тем более хореография сейчас проходит, вот, музыкальное сопровождение, аудио, ну, все это. То есть это еще одна единица. Вот четыре штатных, я не буду сейчас вам зачитывать все, но, допустим, вот из штатных обслуживающего персонала это 20,5. Ну, вот из 25, да, уже четыре экономики. Поэтому еще раз поддержите, пожалуйста, это предложение. Ну, спасибо за внимание. По-моему, болезнь, что вы говорите. Да, спасибо. Спасибо.